Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком Утро на Болткоме В нашем утреннем эфире на Болткоме по-прежнему Олег Пека и Александр Шунин Верут, можно сказать, вырывают друг у друга, кормила вот этого руля И ведут корабль по волнам эфира Бороздим Бороздим, бороздим Слушайте, замечательные, прекрасные у нас сегодня гости Это украинский клоун-театр и классическая комедия Мимиричи И фронтмены этого театра Игорь Ивашенко и Андрей Гонзалес в этой студии Здравствуйте, доброе утро Добрый ранок, мы из Украины Да, и я сразу хочу сказать нашим всем слушателям, которые могут подключиться к интернету Смотрите еще и нашу видеотрансляцию Я не знаю, разрешайте, вот группа Кис, она не появлялась без макияжа нигде То есть они сохраняли такую интригу Вы, в общем, решились показать свое истинное лицо Ну, особенно на радио Смотрите на наше лицо Они не появлялись до какого-то времени Ну да, потом предали свои эти идеалы молодости Ладно, мы говорим не про группу Кис Скорее продали Продали, да Денег заработали Посмотрите на нас У нас была похожая история в обратную сторону Нам говорили Вот сейчас клоуны с гримом, что за такое Не очень сейчас Давайте попробуйте без грима Ну, мы попробовали и на этом больше не пробовали Главное, что показываешь, а не что рисуешь на лице Вот как раз, что показываешь Мы сейчас вот хотели бы узнать Что это за такой спектакль «Бумажный мир», с которым вы приезжаете И только, вот я понимаю, два представления 29 мая и 5 июня Digital Art House на School of 2 Можно будет это увидеть Ну, на самом деле мы приехали с большой миссией И мы даем благотворительные концерты по школам Вот, где вместе с латышскими детьми учатся И наши украинские дети в том числе И параллельно еще вот такие коммерческие даем концерты Часть денег будет переходить на поддержку Украины А я сразу для наших слушателей хочу напомнить Что это спектакль «Пепперволл», «Бумажный мир» Он, ну, это пантомима То есть нет никакого языкового барьера Нет никаких проблем, если кто-то не знает русского, украинского Или там каких-то других языков То есть это все очень будет понятно Да-да-да, это спектакль абсолютно без слов Ну, там звуки, конечно, какие-то есть Вот, и мы понятны всем Всему миру Мы работали в многих странах От Китая до Америки И все нас понимают И, в общем, проблем нету с этим Здорово Я вспоминаю, что в советское время Как раз артистами балета Очень сильно следили, чтобы не сбежали Потому что так обычный актер Ну, хорошо сбежит Что он там сможет Работать только грузчиком А здесь, вот, дескать, артисты балета Которые не требуются знания языка Они сразу окажутся в топе То есть вот больше соблазна Да, но мы не планируем сбегать Мы планируем помогать нашей стране В это время Боремся как можем На самом деле, ну, бумажный мир Папер Волт или Папер Уэйсвит На украинский Спектакль о том, что Насколько хрупкий наш мир И что бумага, она такая Что ее очень легко разорвать И потом тяжело склеить И каждый концерт мы используем Около 30-40-50 В зависимости от зала Килограмм бумаги 50 килограмм бумаги Нет, у нас большой зал Я это думал, что он Честно говоря, я удивлен, что всего 50 Всего Там же прям А все там в зал на 200 мест 50 килограмм Вот, и на самом деле Мы обратились Здесь Такая есть компания Муку Сала И она нам эту бумагу Подарила бесплатно И здесь в Риге Им тоже большое спасибо Вот, и самое интересное Что когда Взрослые начинают С нами Перебрасываться бумагой Вскакивают Дети на них смотрят Мама, что ты делаешь? Это мы должны делать Самый интересный момент Когда борются за бумагу Начинают Когда-то у нас Интерактив начинается В зале И родители отбирают Детей на бумагу Дети у них Тебют их по рукам Где там моя? И начинается между собой И оказывается, что спектакль Который призван Нести добро и радость Оборачивается Вот этим вот всем Семейным Внутри конфликт Нет, на самом деле Потом все радостно Они идут Что самое еще Опять-таки интересно Они все идут Эту бумагу несут с собой Вот мы работали В парке аттракционов У нас там был фестиваль Театров И там столько развлечений Всего Отдеть Вот именно с этой бумаги И смотришь Они потом ходят По этому парку И у них у всех Вот эти вот какие-то Комки бумаг И они именно с ней играются Там Не отдают Не выпускают Не выкидывают После концерта И несут домой Потом родителям рассказывают Что там вот После вашего спектакля У нас полная квартира Эти бумаги Вот вы Я как раз хотел спросить Не прилетало ни от кого Такого Кого-то очень Мрачного И вредного Что там Вот после вас Один мусор Да Есть такие люди Единственные люди Которые мне нравятся Наше шоу Это уборщицы Вот они После концерта Ворчат всегда Да Песня на мусор Но тем не менее Было замечено Как одна Женщина Уборщица Начинает наматывать Ее бумагу Вы что Будете ее выбрасывать А я себе домой Возьму Буду там Бутерброды заворачивать А кто был автором идеи Вот как появилась Вообще Идея этого спектакля По представлению Ну она появилась Изначально Как маленький этюд На пять минут И вот он Настолько стал Таким вот интересным Что Возможности Это в бумаге Что он стал Разрастаться И расти И расти И дорос До спектакля И ну каждый Скажем так Потом член коллектива Внес уже Свою лепту Свои образы И тоже Ну добавлял Добавлял И свои идеи какие-то И вот Спектакль Стал Маленький номерок Минитюра превратилась В большой Гигантский шоу А есть разница Какую бумагу Использовать Да конечно Даже странно Один раз У нас был случай Нам короче Тоже сказали Ну не утащили Какую бумагу Сказали Все мы вам Приготовили бумагу Все вот стена Кулисы Вот бумага Которая вы будете Работать Вы приходите Там картон Такой толщины Висит Не прорвать Еще Не сможем с ней делать И потом В спешном порядке Мы же не знали Какая бумага Сказали бумагу Бумагу Говорим Да и вот такая То есть там есть Конечно у нас Представьте стена Там огромнейшая Ну фиг красивый был Конечно Когда Клееный С квадрадиков То есть у вас запросы Вот есть четкий райдер Какая бы должна быть Бумага Есть рулонная бумага Да И собственно Чем выше рулон Тем легче нам А должна быть Плотная бумага Или как Там 50 грамм Если бы Есть Журнальный вариант Можно ли приходить Со своей бумагой Можно Со своими газетами Можно С какого возраста В принципе Вот Детей можно приводить На ваше шоу Ну если уже Научился ходить В принципе можно У нас Везде пишут Что это семейное шоу Потому что На самом деле Каждый Для себя Что-то выносит Взрослые Одну философию Дети другую Совсем маленькие Третью То есть Поэтому Ну это будет Для всех интересно Сколько В принципе Вот Мест Мещают Мне все время Кажется Что Не очень большой Там Зал Вот как-то Хочется Чтобы больше Больше влезло Будут какие-то столики Или это будет Не знаете Как это все будет Организовано Сказали Сказали что Вроде 300 мест А 300 мест То есть Есть возможность Да И даем Ну специально Там два Может быть Еще будет Два концерта Но все зависит Активности Публики Так что давайте Вот Я уже обращаюсь К нашим слушателям Активнее Разбирайте билеты Потому что Может быть Даже появится Еще возможность Сходить Посмотреть Наверняка Один раз Сходил Понравилось Захочется Сходить Еще Ну а тем более Что это Благотворительное выступление Так что Только больше Чем больше выступлений Тем больше Больше пользы Учитывая что площадка Мы говорим О Digital Art House Там обычно Вот эти 360 градусов Проекции Используются В вашем шоу Тоже будет Что-то такое Проекционное Будет Я уже отправил Туда и фотографии И вырезки И сейчас Моделируют Как раз Наше шоу Вместе с Эффектами Вот этой Визуализации 3D визуализации Ну на самом деле Такой это Первый эксперимент Если Получится Вместе с ними Будем ездить Сколько В принципе Вообще Существует шоу То есть Это Ну сколько Оно живет Пока Ходят зрители Пока там Теряют актуальность Благодаря тому Что это шоу Интерактивное И оно живое И оно Как Любой организм Он меняется Всегда То есть Каждое представление Не похоже Одно на другое То есть Если вы Сегодня пришли Сегодня посмотрели Завтра придете Уже будет что-то другое Вот Поэтому Он живет Как мы его придумали Сколько там лет назад Помню уже Лет 30 назад Вот И С тем пор Все Даже взять Первый Когда мы начали И сейчас Это вообще Ну небо и земля То есть абсолютно Все другое Вот мы все время говорим Что это интерактивное шоу Что нужно К чему готовиться С зрителем То есть Как их будут Использовать в этом шоу Ну наш театр Он собственно Высшую часть Импровизирует И от этого Зависит Как поведет себя Зритель Так и мы себя Поведем Да Бывает что Зрители Аккуратненькие Такие мы начинаем С ними Чтобы там А бывает Срывается с мест Особенно дети Просто сносят нас Там И все что у нас На сцене стояло Там кулисы Все И уже и не пиджаков нет И не наши Случа В Японии Там зал был гигантский Там 2000 мест И одни дети То есть решили привезти Школы какие-то Там на концерт Обычно Ну всегда Со взрослыми У нас же Семейное шоу А тут одни дети И четыре воспитателя Только там стоят По проходам Ну сидят там где-то Я говорю Это что Это не серьезно Говорю Ну это будет Кошмар и ужас Они говорят Да не-не У нас японские дети Они очень воспитанные Они значит Чтят воспитателя Слушаются учителя То есть Одни все там скажут Говорю Ну-ну Давайте Началось у нас Когда шквал бумаги Пошел в зал Эти дети все сорвались И как ломанулись Педагоги так стали Дети не идите Это волна В общем пришлось Закрыть кулисы На время Рассудились Вослушание Да Предупреждал А насколько вот интересно Мне все время То что это живое Интерактивное шоу Вот мы два года сидели На карантине И многие там артисты Все время через интернет Проводили какие-то спектакли Там были даже попытки Там интернет спектаклей Ставить там Чтобы собирать зрителей Вот для вас Вот насколько это важно Вот именно общение Со зрителем Контакт Импровизация Ну в основном у нас Очень важно И мы Через этот Как называется Через компьютер Не работали Потому что нам Именно нужно Вживую Со зрителем работать Но пока был карантин Мы не сидели В квартирах У нас есть другое шоу Которое связано С экологией Пластик фантастик Мы его сделали В цирковую программу Интегрировали И мы работали В цирке То есть там была возможность В нашем киевском В нашем киевском цирке Да У нас была возможность То есть там цирку Ну он работал Какое-то время То есть там было ползала Можно было всего Но какие-то меры карантина Предосторожности Все были Но работали Ну когда был полный Иногда он Понятно Никто То есть там паузы такие Когда полностью закрывалось Там никто не работал Все раз Потом раз Полегчало Опять мы раз Опять работали Но мы собирались Репетировали Что-то придумывали По возможности Потому что Сидеть было Это невозможно Ну как и все Театр Вот насколько Театр Мемеричи Он является Ну не знаю Понятно что это Не классический театр Но в театре Происходит какое-то Ну периодический Обновление Приходят новые актеры Вот Насколько закрыт Ваш коллектив Для Это какое-то Братство священное Там как не знаю Рок-группов Которые С неохотой Принимают со стороны Ну у нас в основном И основной коллектив И существует И остался Бессменный Естественно У нас еще есть Два новых актера Молодых И Конечно же Что Мы с ними работаем И берем И с удовольствием Будем принимать И Если кто захочет Ну на самом деле Очень сложный жанр Без слова Объяснить Все что ты хочешь Передать Это не так просто Потом у нас еще Четыре характера У нас четыре темперамента И у нас По характерам Все образы Разбросаны Расписаны И если человек Например Характер у него Он там Агрессивный А Надо ему играть Какого-то там Обиженного Или Ну Идет несостыковка Внутри Внутреннего И все равно Актер так не сможет сыграть То есть надо еще Чтобы попадало Совпадало Все таки Где-то в жизни тоже люди Ну приблизительно у нас актеры Где-то так и Есть И по жизни такие Ну вот мы говорим Все время о том Что вы выступали в Японии По всему миру ездили Но вот насколько 45 стран мира 45 стран Мы были практически везде А вот где Как отличаются зрители Других стран И вот как происходит Ну вот насколько понятен Этот язык Пантомимы для них Насколько они Ну опять-таки Отзывчивые интеракты Если Например считается Что Прибалтийские Вот зрители Он такой Немножко Сдержанный Ну то есть Вот сидят Так вот тяжело Раскачать Чтобы он Раскачегарился Ну на самом деле Японские дети На самом деле Этот вопрос Задают На всех радиовых Мира Вот Поэтому Нет Различий Нигде Все Одинаковые Вот собственно Про Японию В Японии Самый сдержанный На рот Буквально 5-10 минут Они смеются Закрывая рот Рукой Хи-хи-хи-хи-хи-хи Ну а потом Даша Как все Остальные А потом В отрыв Ну да Они говорят До концерта Нас предупреждали Когда мы Первый раз Приехали в Японию Ну вы не переживайте У нас Вот если Японцы Делают так Хи-хи-хи-хи Прикрывая рот Это значит Все Они в мать Они значит Ружут Это значит Все хорошо Ну через 10-15 минут Они делают Так Ха-ха-ха Забыли Свои руки Вот такое Универсальное Шоу 29 мая 5 июня И возможно Еще несколько Будет представлений Клоун театр Пластической комедии Мемеричи Из Украины В Риге В Digital Art House Спасибо вам огромное Что пришли Спасибо И вам спасибо Приходите к нам Что же У вас побывали Теперь Вы к нам Велком Придется Лаверды Конечно Ну и все Зрители Слушатели Всего доброго Хорошего дня Слушайте Радио Болтком